Всем привет, у микрофона Антик, мы продолжаем играть во Фроспанк, это новое дополнение на краю, и в предыдущем эпизоде наше поселение обрело автономность. То есть мы уже, не зависим от Нью-Лондона, принимаем сами законы и сами торгуем с другими точками. Так, сейчас мы ждем, пока у нас прибавится сталь, и в эту ночь мы будем строить новые лесопилки. Одну я уже убрал, будем строить лесопилку где-нибудь тут вот, эти ребята пошли уже. Деревья рубить. Работают бедолаги. Так, также мы приняли закон о детском труде. Так что я думаю, сейчас у нас рабочих рук будет хватать. Почти что через сутки придет новая партия народу, у нас для них уже койки готовы. Так, даже койки не тут. Койки у нас тут. Сколько у нас тут? 51, да? Свободная койка. Это достаточно много. Дальше, значит, это у нас пища, да? Пища у нас куда идет? Пища идет сюда. Руины обсерватории. Понятно. Там, скорее всего, мы нифига не найдем. Так, улучшение лесопилки. Сталь уже начала прибавляться, но ее пока недостаточно. Что нам нужно дальше? Фабрика. Слушайте, фабрику можно уж делать. Но автоматонов тут не будет, только для протезов, судя по всему. Легкие сани разведчиков, 30 дерева. По-моему, самое то, да? Чтобы искать новых людей. Пока что, в принципе... Так, температура падает. Какие у нас альтернативы? Я так и не изучил угольную шахту. Хотя угля, в принципе, скоро уже не будет хватать. Тут 10 стали, да? Ладно. Пока так поработаем. Сколько у нас тут народ-то? Один. Всего лишь больной-то. Отпустить. Больной пусть работает в палатке. Ну что, что-то день у нас прошел без происшествий. Тут я забыл включить определенную смену. Я думаю, что придется мне сейчас врубить опять же 24 часа. Вот тут, да? И для добычи дерева тоже. 24 часа. Давайте сделаем так. Так, ребята. Подойдя ближе, мы увидели, что от всего здания осталась одна стена, обращенная к нам. Сталь и древесины. Купол обвалился уже давно. Вероятно, под весом снега. Мороз завершил разрушение. Вьюга прибрала остатки. Здесь для нас ничего нет. Забрать леса. Не ладно, можно сходить, слушайте, туда. Видимо, вернулся, да? Покаяться. Так, склад товаров. Пошли за товарами тогда. Дальше, значит, на лесопилках, наверное, тоже. Давайте врубим смену. Все. Ну и ученые пока подождут. Пока отдохнут. Так, смотрим, что у нас тут ресурсы. Паровая лесопилка. 25 дерева. Не ограничится с улицей. Ставим. Ну да, ну да. Так, еще одна лесопилка готова. Ждем гостей наших. Надеюсь, что больных там будет немного. Блин, чего вы болеете-то опять? Все же хорошо. Воспаление хитрости. Толку вот от этих смен, если из-за них постоянные люди болеют и потом не могут работать. Это какая-то беда. Придется снимать с угля. Вот. Дальше, значит... Так, а вы, ребята, почему не с 6 до 8? Непонятно. С 6 до 8. Тут у нас 5. 3 человека болеют. Ну ладно, я уже не буду, на самом деле, с угля снимать, потому что у меня вскоре будет в очередной раз похолодание, и просто угля может не хватить. Давайте я лучше поговорю с этими ребятами. Значит, горячие ключи. Много еды. Тут у нас 60 провианта. Но благосклонность падает до нуля. 30 провианта, 5 рабочих. Хм, слушайте, давайте-ка мы закажем рабочих. Я думаю, хватит мне провианта, чтобы их прокормить. Тем более, что мы отправляем тот рез вот им. Так что я думаю, нормально. Я думаю, будет нормально. Так, законы. Значит, законы законные. Нам пока что рановато заставлять детей работать. На опасных работах, да? Тяжелобольных у нас нет вообще. Давайте-ка пап пока поставим. Так у нас будет меньше недовольства. В самый раз, я считаю. Все, отлично. Сейчас мы заживем. И нам парочку бараков еще поставить. Так, да, у нас технология-то еще не скоро. Еще не скоро. Потихонечку будем улучшаться. Все, нас ждем утра. Так, скоро было 7 утра. Давайте-ка мы заранее врубим обогрев. У нас уже все работает. Так, палатки. Все хорошо. Видите, бараки как бы держат эту температуру. Учитывая, что у нас еще будет в течение двое суток это все. Я думаю, что стоит бараков построить побольше. Так, 5 человек пошли сюда. Больных нет. Просто прекрасно, слушайте все. Просто прекрасно. Ну и насчет провианта. Насчет провианта давайте что-нибудь посмотрим. Мы можем отправить уже на базовые постройки Реса, да? Тут еще не скоро. Сколько там дерево-то стоит? Технология. Вот это, например, 30, да? Так, угольная шахта стоит 20. Нормально, слушай, нормально. Давайте на базовые постройки мы отправим. И все у нас хорошо. Тут бы стоит, конечно, перейти сюда. Ну и если я их отпущу, опять они будут простаивать. То есть когда-нибудь уйдут. Отдыхать, покушать. Так что пусть доработают. Пусть доработают свою смену и потом пойдут. Ну и, в принципе, скоро уже придут, таки. Ребята, так что уже поздно. Так, легкие сани разведчиков. Замечательно. Куча Ресов. Значит, технологию мы изучаем угольную шахту. Уже пора. Скоро будет сильная холода. Так, разведчики идут куда? Разведчики. Проверим, там еще кто-нибудь жив. Там просто были инженеры. Без них как бы никак. Как бы никак. Высокий перевал. Блин, дофига точек еще осталось. Это небольшой товарный склад на перепуте. Дороги ведут на север к Нью-Лондону и на северо-восток к горам. Тут пусто. Идем дальше. Что бы ни было на складе, оно нам не принадлежит. Впрочем, оно уже никому не принадлежит. Мы взломали дверь. Внутри, как мы и думали, была пара консервных банок и замороженное мясо. И то, и то нам очень пригодится. Забираем. Так, ладно. В глуши мы обнаружили небольшое поселение, напоминающее импровизированный каторжный лагерь. Пошли. Так, все отосаны. Все работает. Дверьте, не хватает опять угля. Два больных, да. О, ребята, у нас куча больных прибавилась. Из пришедших-то, да. Ладно, выздоровеют, придут. Давайте уж тогда добывать и ядра, и сталь одновременно. Помощь. Интересно, слушайте, я заказал пять рабочих у них, и могу им отправить назад этих рабочих. Смешно, смешно. Давайте, чем раньше мы поможем, тем лучше. В принципе, я думаю так. Так, дальше, значит, бараки. Бездомных нет. Буферные палатки нужны. Непонятно, 19 кое свободных. Барак. Так, что там опять? Ребенок ранен на рабочем месте. Надежда упадет. Да, давайте, пусть отдыхает. 400 угля. Получается, сейчас я не отапливаю дома. Стройка потихонечку идет. Сейчас нам нужно придумать работу для 17 человек какую-то. Во-первых, построится у нас угольная шахта. Во-вторых, можно построить еще лесопилок побольше. В-третьих, мы будем отправлять рабочих, в том числе отряды, делать. Потому что вот следующая точка, вот эта вот, да, тут не факт, что мы их заберем. Возможно, мы будем торговать, хотя... Рядом с Лондоном опасно, да? Так, а что у нас по поводу экспедиции? Больше-то можно сделать вообще, нет? Нет, нельзя. Так, давайте их сразу загоним, тогда народ сюда. На работу пусть они сразу работают. Так, инженеров мне пока не подвезли. На кухне пока... Смысла тоже нет. Что у вас там? Холодное жилище. Ммм, вот это вот, конечно... Давайте пока часть домов обогреем. Потому что мы будем строить бараки еще какое-то время. Обогреем все дома. Я боюсь, что не хватит угля. Давайте часть домов пока пообещаем. Осторожненько. Так, все кончилось у нас с лесопилком. Хорошо. Это все по плану. Ресурсы. Паровая лесопилка. 40 стали, блин, стоит, а? Ресурсы. Пусть так. Ремлема 0,2. Груз на месте. Горячие ключи. Ну и хорошо. Сейчас на дерево копить туда на ускорение добычи. И опять закон. Ну что? Будем строить проститутушную там? Я думаю, дам. Но сначала самогон. Так. Слежать недовольство. Папа у нас 3 дня. 20 дерева. 10 стали. Уровень тепла 2. Где же тебя поставить-то? Тут что ли поставить его? Тут, в принципе, помещается. Ну и нормально. Пусть будет тут. Так. Снова экспедиция пришла. Штормовой дозор Нансона. Они все еще живы, да? Все. Сопровождать давайте на ванпост. Нужно 30 коек. 31. У нас 19 пока свободно. Ладно. Продолжаем строить бараки. Причем... Вот тут, да? Мы видим несколько палаток, обнесенных колючей проволокой. На значительном расстоянии от лагеря местность патрулирует несколько человек. Возможно, охрана. Жертвы эпидемии. Внимательный осмотр показал, что это карантинный центр Нью-Лондона. Похоже, наша бывшая метрополия подверглась эпидемии и пыталась подавить ее, отселяя сюда зараженных. Мы обошли здание по широкой дуге, чтобы не привлекать внимание часовых. Вот так вот. Оказывается, у них была эпидемия. Возможно, поэтому они закручивали гайки. Кто знает, да? Никто не знает. Так, я хотел же это. Попробовать запустить лесопилку. Но нужны здоровые работники. Так, все, давайте работайте. Тепло, тепло. Ну и замечательно. Так, шести до восьми. Пусть работают. Назначаем в парк. Пап построен. Надежда растет. Так, у нас уже, видите, на две трети готовое поселение, которое мы развиваем. Осталось только ремонт насоса провести. Грустный мистер. Ну и замечательно. Ваши люди хотят построить у нас в поселении санитарный пункт. Нам он не кажется необходимостью. Мы лечимся целебной аурой горячих источников. Инженерам и вашей медицине мы не доверяем. Нам здесь такого не нужно. Лучше помените, чем мы утечем. В смысле будет разблокирован санитарный пункт? Он же у нас уже есть. Ну ладно, как пожелаете. Я, в принципе, не против. Путь живут, как хотят. Вас часто будут просить принимать решения, которые могут повлиять на другие поселения. От вашего выбора будут зависеть отношения с этими поселениями. Решения, соответствующие их целям и принципам, повысят их лояльность. Тогда как насаждение собственной точки зрения будет вызывать все большее недоверие. Помните, что неверных решений нет и все зависит лишь от ваших интересов. Вот такие вот дела. Ну, насчет санитарного пункта я не понял, что имелось в виду. Вот он, санитарный пункт. Имелось в виду у них, что ли, там? Там уже у них второй уровень. Пошел, да. Отношения пока нейтралитет. Так, вроде был раньше нейтралитет, то есть никак отношения вообще не поменялось. Заботливая мать. Мать отказалась отпускать дочь на работу, опасаясь, что та получит травму. Так, немного вырастет надежда, ничего не изменится. В принципе, в принципе, у меня сейчас народу полно, но все больные, так что... Пусть все таки будет. Нефиг отдыхать. 16 человек. Так, назначаем тут. 6 до 8. Правда, все больные. Технология угольная шахта. Что мы дальше изучать-то будем? Ну что ж, я думаю, что пришло время изучить грузовые подъемники. По поводу угольной шахты сейчас посмотрим. Так, ставим тут. Рабочие есть. И продолжаем строить бараки. Так, люди, люди. Три-четыре места. Так, а где у нас обогреватель? Па-па-па-пам. Надо где-то в области обогревателя ставить барак. Вот тут, например. Там что, даже дорога есть, что ли? Ничего себе. Так, ладно. Прибывают к нам новые жители. У нас больных уже до хрена. Я думаю, что стоит еще один санитарный пункт поставить. А, слушайте, они вообще не больные, да? То есть они хорошие. Тогда, в принципе, можно не ставить. Или все-таки для подстраховки я поставлю. Так, инженеров-то у нас сколько? Восемь. Можно, в принципе, поставить даже еще одну эту. Мастерскую. Как вариант. Ну, для начала все-таки пункт. Блин, тут нужно отопление. Причем 24 часа. Как быть? Как быть? Сюда ставить не стоит. Тут у нас обогреватель надо разобрать. Так, если у нас поставить, значит, мастерскую вот тут. К тому же места не будет, да? Ладно, нафиг этот пункт. У нас тут уже через пару часов места освободятся. Так что все будет ток. Итак, проживем. Но мастерскую я бы все-таки поставил на сей случай. Лишни не будет. Сюда вот, да? Тут без разницы, на самом деле, как ставить. Все равно получится клевовато. Пусть будет тут. Пусть будет тут. Так, разведчики у нас пойдут куда? Разбитый дредноут. Там, скорее всего, будет опять паровое ядро. Но не факт. Но мы сходим. На всякий случай. Так, стоп, я опять забываю, что мы это... Можем маленько ускориться тут. Так, один день, 8 часов. Тут у нас 14 часов, да? Теперь же не факт, что быстрее будет. Ну ладно, посмотрим. Глубокая трещина. Мы стоим на краю огромной ледяной расщелины. Трудное препятствие. Мы выяснили, что расщелина уходит за ледяной покров глубоко в скалу. Возможно, это результат тектонического движения, но камень мог треснуть и под тяжестью льда. Щель такая глубокая, что брошенные в нее куски льда исчезают без звука. Кроме того, она еще и довольно широкая. Пересечь ее будет непросто. Понятно. Снегоход. Дофига вот, слушайте, пунктов. Так, что, шарта строится, да? Все замечательно, уголь тоже добывается. Сейчас у меня пока ничего не отапливается, поэтому уголь идет в плюс. Я думаю, что пора строить склад, иначе потом будет поздно. Так, вот он, склад резов. Поставим его тут. И, значит, у нас что по помощи-то будет сейчас? Паровое ядро надо отправлять. 50-30, да? Угу. Только сталь будем добывать пока что. Так, все-таки, наверное, построю эту грибаную палатку. Что-то меня беспокоит очень сильно этот вопрос. Пока давайте временную поставим вот тут, под обогревателем. Какая разница, да? Просто маленько. Некрасиво получается. Но работать будет. Так, 13 часов у нас. Надо еще накопить на опоры. Что там опять у вас? Лихорадка. Сэр, в горячих ключах распространяется лихорадка. Но местные отказывают нашим людям в медицинской помощи. Мол, они болеют из-за неестественного образа жизни. Нам предлагают какие-то целебные травы. Возможно, либо заставить этих недоумков прислушаться к голосу разума, либо переждать лихорадку. Я думаю, что стоит их вылечить. А то, если у них там будет такая же эпидемия, то... Упадет до нуля, да? Недовольны. Заставить их подчиниться надо будет. Надо, короче говоря, беречь свой источник пищи. Я думаю, что... Будет не лишним. Так, у нас там на шахте там все хорошо ведь. Вот, и дальше надо, наверное, строить больше угледобытчиков. 48,32. С палатками у нас 23 места. Так, опоры пошли. Наконец, занято, да? Все, палатка готова. Палатка построена, грузовые подъемники изучены. Дальше что? Оптимизация добычи угля. Шахта на 10% эффективнее. Хотелось бы паровой добытчик тогда уж до кучи. Сначала его. У больных все меньше. У нас 12,9 уже добывается в час. Ну и тоже, в общем-то, смену объявим, чтобы... побыстрее добывалось, чтобы опоры не пропадали. Будет норм. Опять у нас нет угля, да? Некуда складывать. Так, выбираем уголь. Пусть складывают. Так, и достраиваем бараки. Да, возможно, не стоит мне сейчас провели сопелки и фигачить. Чуть-то быстро заканчивается рессом. Так, разведчики. Снегоход. Мы нашли что-то, что осталось от снегохода. Сталь. Пропавший снегоход. Замерзшее тело водителя по-прежнему внутри. Такие снегоходы использовались для разведки во время экспедиции, но никогда поодиночке. Слишком опасно пересекать морозные земли в чем-то настолько маленьком. Это значит, что когда-то давно здесь проходила колонна. Причем, вероятно, в спешке. Иначе они бы похоронили беднягу. Берем. Две нас из стали. Блин, капец, как далеко. Так, ладно. Я думаю, что мне сейчас стоит поставить лесопилку новую все-таки не тут. А вот где-то примерно вот здесь. У нас дерева осталось на самом деле не так много. Скоро оно вообще кончится. Что мы будем делать, непонятно. 28 человек без дела. Придется копить уголь. Больше потому что нечего. Так, тут мы идем дальше. К разбитому дредноуту. Хорошо. Значит, я хочу поставить еще одну добывалку угля. Вот тут где-то. Так что давайте пока поставим пост. Дерево нет, да? Ладно. 6 до 8. 6 до 8. Все работают по графику. По общему. Все просто замечательно. Ну и да, появились у нас, видите, уже больные. Тяжело больные. Так что придется принимать какой-то закон по поводу них. Ну, в принципе. Рано или поздно все равно бы появились. Так что пусть будет час. Ну и все, в принципе. Мотаем на начало рабочего дня. У нас уже 6 утра. Практически. Так, стоп, давайте-ка включу отопление. Это у нас тут обещание. Идет. Так, кухня, наверное, потерпит. Палански пошли. Тут, скорее всего, тоже надо будет, да? Пап, не знаю. Выдержит ли пап. Посмотрим. Нет, нельзя. Ну, в папе никого нет. Так что, когда придут, будет отопление. Тут тоже. Нет, ни сюда. Нужно отопление держать. И мы отсылаем что? Ремонт насоса. Погнали. Груз в пути. Вот у нас будет радикальное лечение тогда. Это у нас ампутация. В принципе, у нас там завод уже мелькал. Как бы виднелся. Можем его построить и потом уже делать протезы. Вполне себе. Так, хорошо, ребята. Давайте собирайте тогда. Облудобучки я поставлю. Все нормально. Обломки прицепа. Тяжелый грузовой прицеп, застрявший в ледяной расщелине. Такие обычно перевозили с помощью дредноутов. Обыскать. Так, забрать сталь. Только сталь. Провых ядер больше нет. Ну, вот и все. В общем-то, мы достигли крайней точки. Пошли сюда. Так, куда лучше пойти-то? Сколько вам будем идти? Получается 2 дня 8 часов, да? Ну, я думаю, что тут никак не сократишь уже. В принципе, может, до сюда в деке, потом сюда. Ну, а пусть идут нормально. Так, еще одни. Здесь только металлические обломки, вмершие в лед. Какая-то страшная сила разрушила здесь огромную металлическую конструкцию. Прометей. Мы нашли табличку с гравировкой. Это название корабля. Прометей. Все, что осталось от дредноута, одного из основателей Теслаграда. Вьюга погребла его под такой толщей льда, что откопать его просто невозможно. Возможно, когда-нибудь наступит весна, и мы сможем добраться до корабля. Ммм. Весна, это интересно. Так, тут тоже все, да? Что у нас там? Только лес с собой. Ну, пошли до города. Потом туда пойдем. Погнали. Так, паровой угледобытчик. Что же дальше? Что у нас там со складами там? Со складами все очень хорошо. Мне нужно термоизоляцию поста добычи, скорее всего, сейчас изучить. Так, холод у нас будет только нарастать. Пока что изучим эффективное потребление топлива. Тут 33% это значительная экономия. Обновление насосов. Так, давайте тогда переключимся на сталь и правые ядра. В очередной раз 35 пайков, да? У нас там низкое все еще. Переговоры мы не хотим. Как бы мне опять в голод не впасть. Не попасть на голод. Так, слушайте, тяжело. Больные уже пропали, да? Это замечательно. Гроз на месте. Все равно тут у нас прохладно. Будет еще хуже. Обещание выполнено. Надежда растет. Отлично. Это у нас отопление домов было. Сколько у меня койка вообще? 23 сейчас койки. Хорошо. Новые жители пока что не планируются. Судя по всему, будем ждать. Так, одно ядро уже есть. Давайте отправлять обновление насосов. Если приложить немного усилий, новый двигатель повысит мощность насосов, которые обогревают урожай. Тогда местные жители смогут расширить производство еды. Да, может быть больше будут слать. Было бы неплохо на самом деле. Так, что мне там 30 еды дали за это, да? Ммм, переполнение. В принципе, пока что переполнение нам не нужно. Дом опеки тоже особо не нужен. Детский труд тоже. Давайте проститутушную построим. Чего бы нет. Самое время, я считаю. Так, побольше на рулю. У нас на самом деле вообще все шикарно. Просто шикарно. Тут будет работать добровольцы. Так, можно инженеров поставить туда работать на самом деле. Все, вернулась в город экспедиция. Пошли дальше. Вот сюда. Высокий перевал. Интересно, что там. Наверное, тут... А нет, слушайте, туда уже карта не идет. То есть точки у нас... Точки-то у нас заканчиваются потихонечку. Так, а может, слушайте, можно знать, как сделать? Пойти вот сюда вот, а потом по дороге передумать. То есть мы дойдем где-то вот до сюда, а потом передумаем и пойдем сюда. Будет, наверное, лучше. Что-то я забыл, что можно так делать. Это же гораздо удобнее. А тем временем у нас работники-то кончились. Некому работать? Все пошли работать в ПАП. Ну что ж, я думаю, что на этом я эпизод закончил. Всем спасибо за то, что посмотрели. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, если вы ждете продолжения по этой игре на канале. С вами был Антик. Всем удачки. Всем пока.